МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы узнать, когда она придет, на что можно будет обратить? Совет Федерации одобрил действия в этом направлении главы Республики Карелия Александра Петровича Ходиланина и поддержал его инициативы. В дальнейшем работа ведется уже по линии президента Российской Федерации и правительства. Президент издал указ, назначена дата празднования, столетия 2020 год, образована распоряжением руководителя правительства России комиссия во главе с Николаем Платонычем Патрушевым. В состав этой комиссии вхожу я, Валентина Николаевна Пивненко, Владимир Александрович Федоров и многие известные люди страны. Вот эта комиссия будет утверждать и предлагать программу. Правительство Карелии проект программы уже внесло. Сейчас эта программа обсуждается на заседании комиссии. Николай Платоныч Патрушев, руководитель комиссии, объявил, что следующее заседание будет в конце этого года здесь, в Петрозаводске. И граждане уже сегодня могут принимать участие в обсуждении тех инициатив, которые выдвинуты правительством. И в ближайшее время эти инициативы уже будут общаться. Созданы четыре комиссии. Одна по развитию социальной сферы, другая по развитию транспортной инфраструктуры и энергетики, третья по развитию экономики и по приграничному сотрудничеству и безопасности. Вот можно по этим направлениям, всем, кому интересно, изучить и документы, они есть в Министерстве экономического развития, и вносить предложения. То есть по предложениям самих граждан будут уже рассматриваться те объекты, которые необходимо ремонтировать? По крайней мере, так объявил глава республики, я слышал это, и на самом деле работа сейчас ведется и поступает в адрес правительственного большое количество предложений. А есть ли уже сумма хотя бы примерно, размеры? Вот наша задача убедить правительство поддержать Карелию по примеру проектов крупных, глобальных, таких как Дальний Восток, Кавказ, как Олимпиада в Сочи. Конечно, это будет очень непросто. И очевидно, что это главная задача, ради которой, собственно говоря, руководство республики, в том числе и с моим участием, и затеяли эту идею задолго так до 2020 года. Потому что у нас есть время, есть возможность по-настоящему перевернуть страницу в нашей жизни. Сейчас много идет дебатов, в каком состоянии находится Карелия, какие проблемы у нас, в том числе и в Петрозаводске. Очевидно, без серьезных федеральных программ, без серьезной федеральной поддержки, следующий шаг, то есть превратить Карелию в европейский регион, не сделать, если не будет помощи государству. Вот этому посвящена наша вся работа. Не просто будет, потому что законодательство за эти годы устаканилось в этой области. Сегодня нам предлагают пока типовой путь, защищайте все свои программы в министерстве, доказывайте свою правоту, а на праздник вам деньги дадим. Ну, я знаю, что ни глава республики Александрович Ходиланин, ни мы, члены комиссии, с таким простым подходом не согласимся. В любом случае мы будем уговаривать, убеждать членов комиссии поддержать более серьезные программы. Ну, здесь, понятно, еще время есть для того, чтобы определиться. Еще один законопроект, о котором хотелось бы поговорить, это закон об образовании, он вступает в силу 1 сентября, там много изменений. Но вот наиболее обсуждаемая сейчас тема, это тема дошкольного образования. Родители беспокоятся, что в старом законе было прописано 20% детского садика оплачивают родители, 80% берет на себя государство. В новом законе местная власть решает, сколько родителей будут платить за детский сад. Получается, что там администрация Петрозаводска может вообще решить, 100% платят родители за детский сад. Вот не кажется вам, что здесь могут возникнуть большие проблемы и конфликты? Хочу обратить внимание, что благодаря, в том числе, встречам на НИКе, подробно уже обсуждал тему реформ, которую ведет сегодня президент страны. Это политическая реформа, реформа правоохранительной системы, реформа здравоохранения. Вот мы вступаем в реальный этап реформы образования. Закон принят, он с 1 сентября начинает действовать. Закон очень серьезный, и там очень много подводных камней, которые могут привести к разным результатам. Многое зависит от того, как воспримет этот закон общество, люди, учителя, педагогическое сообщество. Цель закона все-таки, чтобы детям было хорошо. Для того, чтобы детям было хорошо, мы должны укрепить материально-техническую базу школы и материальное положение педагога, его статус. Тогда общество, ребенок и учитель все будут довольны. Вот вы задали конкретный вопрос, у меня тоже есть такое опасение, поэтому я предлагаю тем, кого это беспокоит, вспомнить следующее, что в законе прописана и другая часть. Если у тебя низкий доход, то региональная власть имеет право установить порядок предоставления льгот при посещении твоих детей в детский сад. Больше того, даже освободить от оплаты за детский сад. Я считаю, что прежде чем ставить большую планку, цену, если таково будет, может быть, гипотетически, конечно, правительство вместе с законодательным собранием, с депутатами в законодательном собрании должно решить проблему, а кто имеет право на льготы, и только после этого уже вводить новую оплату. И, по крайней мере, я такой вариант предлагаю, и, я думаю, депутаты нас слышат, наверное, они будут так действовать. На опасении есть еще и по другим параметрам, но есть и плюсы. Сохранены льготы для сельских школ, есть шанс сохранения малокомплектных школ. Теперь без мнения родителей, деревни невозможно закрыть школу. Поддержаны сельские педагоги и сохранены все льготы, потому что была серьезная борьба и так далее. Но самое важное, сегодня зарплата учителя не может быть ниже средней по республике. Это очень большие деньги, не имея в виду индивидуально, а в целом для бюджета Карелии, да и страны в том числе. И это будет выполнять непросто. Конечно, в депрессивном регионе, где низкая зарплата, это одна ситуация, а когда нормальный работающий регион, в Карелии все-таки средняя зарплата растет, несмотря на трудности в экономике, то тогда будет непросто. Но это закон, и он должен выполняться, и он уже сейчас на территории Карелии начинает выполняться. Точно так же, как и укрепляется подход к содержанию дошкольного образования. Вот вы вопрос задали. Государство взамен на реформы внутри дошкольного образования гарантирует, что это государственные нужды, что те, кто работает, будут получать достойную зарплату. И вот сейчас обсуждается тема, как повысить зарплату вслед за воспитателем уже и младшим персоналом. Тоже непростой вопрос, но так, как решается он, я думаю, вопрос будет решен. То есть, на ваш взгляд, должно не возникнуть особый конфликт? Ну, я еще раз хочу, вот сейчас самое время вспомнить о том, что мы живем в период выборов, и в период такой высокой активности. Конечно, надо обществу держать ухо во строго. Мне симпатично, когда люди не безразличны к тому, что их окружают. Ну, например, им не нравится, как развивается судьба бывшей нашей поликлиники в городе Петрозаводске, или как строятся скверы, или так далее. Или, наоборот, как сносятся деревья напротив родильного дома. Я примеры привожу, такие можно по Карелии привести. Соответственно, очевидно, что новый закон требует внимания общества. Тех, кто принимает непосредственно участие в жизни школы или детского сада, родителей, учителей. Обращайтесь к нам, если чувствуете что-то не так, мы должны мониторить. Мы, я имею в виду авторы этого закона, потому что федеральное собрание, оно и ответственное за то, как будет это все реализовываться. Ну, вот сами вы плавно перешли так еще к одной теме, которая сейчас многих волнует. Это город Петрозаводск. Многие мои друзья, которые по тем иным причинам уехали из Петрозаводска, сейчас приезжают в гости, они все говорят о том, что Петрозаводск на глазах просто разрушается. Что вот разбитые дороги, лопухи на газонах, и общее ощущение какой-то грязи в городе. То есть Петрозаводск из столицы, из уютного города превращается в такую деревню. Вот на ваш взгляд, есть изменения в худшую сторону? Сейчас тоже из Москвы приезжаете. То есть я родился, вырос в Петрозаводске. На моих глазах все, что здесь происходило, запечатлелось. И я, конечно, хорошо помню, с чего начинали мы, и какой был город в 50-е, 60-е годы. Потом все-таки я был мэром Петрозаводска. Пришел в 90-м году, наверное, многие из молодых уже даже этого и не помнят. И у меня были определенные планы, как сделать Петрозаводск лучше. Так я могу смело сказать, что я даже мечтать не мог о том, какой будет Петрозаводск сегодня. Мы реализовали все главные принципиальные вопросы. И продолжаем их реализовывать. Это отопление города, это теплоснабжение в целом, энергоснабжение, водоснабжение, чистая вода, транспортное сообщение, пошли троллейбусы и на Древлянку, и на Ключевую. Как вообще об этом разговоров еще, положим, 20 лет назад даже вести было бесполезно и так далее. При этом появились новые проблемы. Проблемы, ну, одна из них это закрытые заводы и, соответственно, изменение ритма жизни. И вторая проблема это внешний облик города. Да, наряду с огромным строительством, которое налицо, и мы видим, что преображаются и районы целые, строится и жилье, и строятся новые здания, старые ветшают. Вот. Я считаю, что сейчас наступил момент активной работы всех нас над приведением в порядок Петрозаводска. Надо всем участвовать, потому что город был красивый, в том числе трудом петрозаводчан. Лопухи точно не власть убирала, а сами жители. И газоны разбивали, и садили во дворах цветы, не боялись, и деревья садили. И участвовали все в благоустройстве, и меньше мусорили. Сейчас ведется активный ремонт дорог, чтобы не быть чудаком и не понимать ваши вопросы. И я надеюсь, что за пару лет эта проблема будет снята. Но это не значит, что будет все хорошо. Как-то Лужков на эту тему сказал, в Москве вопросы решаются, но веселухи нет. Жизнь трудная, и надо все вместе нам выбирать достойную власть, и все вместе нести ответственность за деятельность этой власти. Я доверяю сегодняшней власти, и сам член власти, и принимал участие в том, чтобы во главе города стал Николай Шлевин. Не скрываю этого, и надеюсь, что мы вместе можем продолжить эту работу, если петрозаводчане его поддержат. Скажите, проект «Петрозаводский столичный статус». Вы его поддерживаете? Как думаете, решит этот вопрос петрозаводский? Непростой вопрос. Дело в том, что мы несколько раз возвращались к этой теме в законодательном собрании и всегда натыкались на позицию депутатов законодательного собрания. Потому что депутаты с мест, приезжая сюда, конечно, завидуют петрозаводчанам. Что там говорить? И Петрозаводск, как правило, был кормилец всей республики. Сейчас Петрозаводск с учетом вот такого экономического положения нуждается в поддержке. И я считаю, что даже есть и форма, и возможность в рамках подготовки к столетию сделать специальную программу, присвоить статус Петрозаводску столичницы республики и подготовить столицу так, чтобы всем за нее было приятно. Но, пользуясь случаем, почему душа болит, все-таки я, конечно, считаю, что мы переоцениваем наши возможности и переоцениваем возможности республики, да и страны, сделать Петрозаводск таким же точно, как Хельсинки или Москва. Петрозаводск будет Петрозаводским. Если мы хотим, чтобы он был благоустроенный и чистый, нам придется самим поработать. Хорошо. Ну, к сожалению, время ограничено. Не все вопросы я успеваю вам задать. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Приходите снова. Спасибо. Всего доброго. А я напоминаю, это была программа «Гость в студии». Смотрите ее в понедельник и среду. Всего доброго. До свидания.